Добрый день, уважаемые товарищи! Действительно, сегодняшнее обсуждение на нашем пленуме очень важного вопроса объединения широкого народного патриотического фронта. Это задача укрепления и союзных структур, но, конечно, как сегодня отмечалось в выступлениях, выступлениях руководителей общественных организаций, наших партийных активистов, это задача укрепления партии, коммунистической партии Российской Федерации, стержня объединения всех народно-патриотических сил. У нас с вами сейчас в разгаре, несмотря на все сложные эпидемиологические условия, отчетно-выборная кампания. Уже в шести регионах прошли отчетно-выборные конференции, прошли очень успешно, это в Ростовской области, в Чувашии, в Северной Осетии, в Самарской области, и мы на прошлых выходных провели очень важную, очень такую сильную объединяющую конференцию в Красноярском региональном отделении. Мы благодарны нашим красноярским коммунистам, что после целого ряда проблем они на конференции показали единство, сплоченность, фактически единогласно избрали новый состав руководства Красноярского отделения, уверены, эта организация будет дальше развиваться. Конечно, эпидемиологические условия накладывают свой отпечаток, но мы должны постараться максимально выдержать график проведения наших конференций. Там, где возможны переносы, там, где возможны ограничительные меры в регионах, мы отдельно на президиуме с вами партии согласуем вопросы, но будем исходить из текущего режима работы. Конечно, задача, которая стоит перед нами, которая нашла отражение в решении президиума партии по итогам выборов, это задача каждому коммунисту поручить привести в ряды партии не менее одного человека, своего сторонника, родственника, знакомого. Это очень важная задача. Задача удвоения партии должна стать ключевой задачей в работе нашей партии на ближайшее время. Такие у нас запасы и такие резервы есть. Мы на следующей неделе договорились от имени президиума, от имени сегодняшнего нашего пленума опубликовать обращение к коммунистам партии с постановкой задач, договорились обратиться к нашим сторонникам, а только по официальным данным на последних выборах президента Российской Федерации за кандидата от КПРФ проголосовало более 8,5 миллионов человек. И, конечно, понимаем, что резервы для работы у нас еще очень большие. Конечно, мы должны укреплять свои структуры, но и не делать так, чтобы гнаться за теми цифрами, которые, возможно, не являются реальными. Поэтому каждый коммунист должен привести одного товарища, минимум одного мы должны укреплять первички местной организации. Ну и ключевая задача организационных структур партии на ближайшее время – это, конечно, задача подготовки к выборам депутатов Государственной Думы. У нас с выборами депутатов Государственной Думы пройдут и выборы в 39 регионах законодательных собраний. Подготовка кандидатов, а тот перечень кандидатов и та подготовка, которую мы ведем, она согласована с местными региональными организациями. И, конечно, задача подготовки миллиона квалифицированных контролеров, наблюдателей, членов комиссии, она как раз замыкается и в те ключевые задачи, которые были обозначены выше. Уважаемые товарищи, нам предстоит серьезная мобилизация, серьезная работа, и мы должны выполнить те задачи, которые поставлены Президиумом и сегодняшним пленумом нашей партии. Спасибо.